Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Фарзона Абдулкайсова. Программа подготовлена при поддержке Британского института по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы поговорим с вами о том, что важно. Агитационная кампания. В марте нынешнего года, где он отметил, что черные одеяния для таджикских женщин всегда были чуждыми. Наши бабушки носили национальные широкие платья с платком. Почему бы и сейчас так не одеваться? С таким призывом проходит вся эта агитационная кампания. Затем по национальному телеканалу показали сюжет задержания проституток в хиджабах. Этот сюжет вызвал большую полемику среди населения и местных средств массовой информации. Рубия – героиня нашего сюжета, работница секса. Вот уже год, как носит хиджаб. Это модно и безопасно, говорит она. Тему продолжит Юсумани Джамшет. 26-летняя Рубия после телевизионного сюжета задержания проституток в хиджабе с осторожностью выходит на улицу и ходит на работу. Одевая такую одежду, она не хочет задеть чувства верующих женщин. Для нее хиджаб – это модная одежда, которая, в свою очередь, охраняет ее от злых глаз и негативных последствий. Хиджаб сейчас в моде, и мужчины больше хотят видеть женщин в исламском одеянии. Когда мужчины нас видят в сатре, они становятся более добрыми. Проституток, работающих в хиджабе, по городу не очень много. Их мало. Большинство выходят в менюбках. Так было и раньше. Президент Таджикистана раскритиковал одежду таджикских женщин, которые за последние годы часто стали носить традиционную черную арабскую одежду, закрывая лицо. Он назвал это подражанием чужой культуре. Чиновники восприняли эти слова буквально и стали активно противодействовать этому. Рейды по запрету продажи хиджабов проходят сегодня повсеместно. С манекенов в магазинах исчезли платки и черные платья. Религиозные деятели в ходе своих встреч и выступлений призывают таджикских женщин отказаться от чужой одежды, убеждая, что хиджабы и нихабы, которые сегодня носят мусульманки, не имеют отношения к исламу. Джамулидин Хомуши, представитель управления Фетвы Комитета по делам религии Таджикистана, говорит, что таджикский народ имеет свою историю и свою национальную одежду. Вопрос о том, что якобы сегодня запретили носить хиджаб, или же рассматривается предложение о запрете ношения хиджаба, не имеет никакого основания. Есть запрет о подражании культурам других стран. Мы, таджики, имеем многовековую историю. Наш народ имел определенную одежду. С точки зрения ислама, ношение хиджаба означает воздержание от соблазнения. Женщина не должна привлекать взор. Пусть одевают одежду, которую носили наши бабушки и мамы, широкие и удобные, а не облегающие платья. При Комитете по делам женщины семьи из числа активисток создана агитационная группа, которая работает в городах и районах страны, отмечает ведущий специалист по коммуникации Комитета Мадина Бобоева. По ее словам, они не только призывают отказаться от чертных одеяний, но и предлагают альтернативные варианты одежды. Во время каждой встречи с женщинами-домохозяйками организовывается показ национальной одежды местных модельеров, чтобы они могли ознакомиться с работой местных дизайнеров и также могли выбрать для себя наряд. Ношение хиджабов женщинами и бородой мужчин в нашей стране обсуждается не первый год. Практика показывает, что борьба с этим еще больше укрепляет в людях желание соответствовать этому стилю. Не первый год люди, носящие исламские атрибуты, находятся под наблюдением, а порой и давлением со стороны госструктур, в особенности правоохранительных органов. Онихол Бабу Назарова, руководитель общественной организации «Перспектива плюс», считает, что агитационные мероприятия против ношения хиджаба и бороды носят политический характер и направлены на снижение имиджей и репутации партии «Исламского возрождения Таджикистана». Если кто-то из исламской партии совершает преступления, о них целую неделю говорят по всем государственным каналам. А когда совершают преступления представители других партий, мы даже не знаем, кто они, из какой партии. Те, кто работают в местных органах власти, в основном из одной партии. И когда их разоблачают в коррупции, о них не говорят. То есть, определенно, это двойные стандарты. Так не должно быть. Должны быть одни и те же критерии. Те, кто совершили преступление, должны нести ответственность. Девушки, которые идут на такой путь, все из малоимущих семей. Среди них нет дочери министра. Это социальная, экономическая проблема. Боба Назарова считает, что когда национальное телевидение Таджикистана показывает сюжет о проституции, то надо, наверное, говорить о причинах её возникновения, а не о том, во что они одеты. Ведь среди них немало девушек и в другой одежде. Зарафор Ахмуни, представитель партии «Исламского возрождения» Таджикистана, считает показ подобных телевизионных сюжетов продолжением серии очерняющих пифт – фильмов. По её мнению, это унижает честь и достоинство не только женщин в хиджабах, но и таджичек в целом. Когда мы затрагиваем религиозные ценности людей, это может привести к плохим последствиям. Не стоит данный вопрос оценивать таким образом, даже на уровне первого лица страны. Мы должны поднимать идеологию и культуру людей, должны вернуть женщин лёгкого поведения с их неправильного пути. Конституция Таджикистана статьёй 26 гарантирует право каждого гражданина республики самостоятельно определять своё отношение к религии. Однако то, что происходит сегодня, противоречит принципам основного закона страны, ограничивая свободу выбора. Правозащитники подчёркивают, что запреты и ограничения уместны, но только в том случае, если они не приходят к границе нарушения прав и свобод человека. Репортаж подготовила Юсумани Джамшет Душамбе. Встретимся на этой же волне в то же время, ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.